Солнечные циклы устроены так, что активность солнечная спадает медленно, а растет быстро. Обычно фаза роста солнечной активности занимает 3-4 года. И мы от минимума солнечной активности формального уже ушли почти на 2 года. Поэтому в течение года полутора, может быть двух, мы достигнем максимума. Солнце, хотя и светит постоянно, уже на протяжении 5 миллиардов лет и ежесекундно выделяет равное количество энергии, живет по своим законам 11-летними циклами. Оно то спит, ученые называют это периодом солнечного минимума, то бодрствует солнечный максимум. В это время светило словно кипит. Мощнейшие вспышки и взрывы, которые для нашей Земли не проходят бесследно. Когда на Солнце происходят такие события, заряженные частицы приходят на Землю, они начинают воздействовать на мейтросферу, она сопротивляясь, начинает меняться, и это приводит к сильным изменениям магнитного поля Земли, геомагнитного поля. И это нам дано в ощущениях под названием магнитное буря. Особенно острое влияние Солнца человек ощутил, когда начал осваивать космическое пространство. Ведь вспышка на Солнце может привести к сбою в работе спутника и даже изменить его орбиту. Так, в 1989-м американцы из-за Солнца потеряли больше сотни космических аппаратов. В первую очередь страдают космические аппараты, потому что они не защищены. Мы тут с вами сейчас сидим, разговариваем, мы защищены атмосферой Земли, защищены магнитосферой Земли. Она, в частности, не пускает к нам, скажем, энергичное солнечное излучение. Даже когда есть ускоренные частицы на Солнце, они застревают вот в этой нашей защите. А до спутников это все доходит. Ну и вдобавок спутники имеют проблемы с торможением верхней слои атмосферы, те спутники, которые летают низко, достаточно низко. И вот из-за этого часто теряется ориентация спутника, он тормозится и теряется его орбита, то есть спутник начинает непроизвольно снижаться. Таким образом действительно были потеряны многие важные космические аппараты. Работа космонавтов в открытом космосе также зависит от Солнца. Если вспышки, выход запрещен. МКС хотя и находится на высоте 300 километров над землей, но атмосфера там уже не настолько хорошо защищает от потока заряженных частиц. Можно получить большую дозу облучения. Минувшие сутки магнитное поле Земли менялось от слабо возмущенного до возмущенного. Голос Ларисы Евгеньевны знают миллионы жителей московского региона. Центр прогнозов геомагнитной обстановки в Институте земного магнетизма открыли недавно. Сегодня информация о геомагнитной ситуации для жизни и работы на Земле так же необходима, как и в космосе. Например, вспышки на Солнце вносят свои коррективы в работу железнодорожников. Во время бури магнитное поле, которое вот вверху у нас в эндосфере, оно в проводящих слоях, а в данном случае это рельсы, наводятся в большие токи. Эти токи выводят из строя систему автоматики, и стрелки, и вот эти светофоры. Все сбивается. Пока идет буря, все не будет работать. Все проходит, значит, заканчивается, у них все останавливается, не надо ничего ремонтировать. Известно, что в период солнечной активности увеличивается количество инфарктов. Недавно российские медики получили уникальные результаты. Вспышки на Солнце, как следствие магнитной бури на Земле, влияют на эпифиз, железу, расположенную между полушариями головного мозга. Она вырабатывает гормон мелатонин, который отвечает за надежность иммунной системы и биоритмы организма. Нами было показано и проверено было, что во время магнитной бури, вот как раз деятельность железы резко страдает, уменьшается количество выделенного мелатонина. Один из важных факторов, который приводит к катастрофе сердечно-сосудистой системы. Рабочий день кардиологов начинается с просмотра прогнозов геомагнитной активности. Это уже аксиома. Если день предвещает магнитные бури, жди наплыва пациентов. Во время магнитных бури рост умерших от инфаркта миокарда увеличивается почти в полтора раза. В период геомагнитной напряженности поля Земли способность к склеиванию у тромбоцитов увеличивается. И в тех местах, где есть атеросклеротические бляшки, могут образовываться тромбы. Юрий Андреевич – пенсионер, а в прошлом техник-авиатор. Подготовка самолетов к вылету – огромная ответственность и напряжение. В итоге – в двухтысячном инфаркт. Сердце дало сбой как раз в период магнитной бурь. С тех пор он солнечно-зависим. Сердце реагирует на любую активность светила. Я смотрел по прогнозам примерно за день. И еще дня два после этого. Потом как-то получше становится. Больше всего в период активного солнца страдают пожилые люди. С возрастом мелатонина вырабатывается меньше. Таким пациентам врачи рекомендуют восполнять нехватку мелатонина искусственно. Если давать мелатонин, то магнитная буря значительно легче переносится и вообще может не принести никакого вреда. Как пережить магнитные бури сердечникам, кардиологи выход нашли. Но вот как повлиять на историю? Еще в начале прошлого века великий биофизик Александр Чижевский написал книгу «Физические факторы исторического процесса», где впервые указал на странную закономерность. Революции, войны, социальные потрясения приходятся как раз на период активного солнца. «905 год – максимум солнечной активности, 1917 год – максимум солнечной активности, и 28 перед коллективизацией, значит, 2029 года – тоже максимум солнечной активности. И, наконец, события 1991 года, которые особенно наши затронули, тоже максимум солнечной активности. Подобные совпадения есть и в истории погоды. Здесь цена отделения 2,1. Здесь большая точность. Наибольшая точность. За окошком у нас точность не важна, там через целый градус идет. Лето 2010-го преподнесло немало сюрпризов. Даже синоптики, которые привыкли к капризам погоды, говорят о нынешней аномалии. Наталья на Томской метеостанции работает не первый год. Каждый день она следит за давлением, влажностью, температурой, жалуется. Так и проходила все лето в куртке. Теплых дней было, попасть с одной руки пересчитать. А скоро зима, которая тоже обещает быть суровой. Минусовая, так, 42, по-моему, или 43 градуса, что-то было у нас такое. Вот это я помню. Мы уже привыкли. Для сибиряков ничего не страшно. Холодное лето в Сибири 2010-го метеорологи связывают с антициклоном, который все лето не давал покоя центральной части России. Установился блокирующий антициклон на высоте. То есть потоки были с северо-запада. И к нам на нашу землю, скажем, Сибирь, приходили циклоны. Пока сибиряки замерзали, европейская часть страны изнывала от жары. Температура под 40 и пожары. Ни разу такого не было. Деревня так не горела. Горела здорово, конечно. С той стороны вот так, на эту сторону. И так все дома подряд. Прямо вдоль асфальта шло. Тогда огонь в деревне Криуша Рязанской области за полчаса уничтожил 29 домов. Не пощадил ничего. Версии пожара погорельцы называют разные. Господь попускает стихи им избушеваться. Естественно, они действуют так, что мы их не можем остановить. И это не просто так. Ну почему нет дождей-то? А почему нет дождей? А почему? Что я святой, знаю, экстрасенс. То, что солнце в образовании климата на планете играет одну из главных ролей, очевидно. Смена времен года, климатические пояса. Но вот найти объяснение подобной нестабильности погоды пока ученые не могут. Есть и шверсии. Физик Ким Иванов связывает это с активностью солнца. В эпоху минимума солнечной активности, когда космические лучи интенсивны, циклоны, которые образуются где-то в Северной Атлантике, они отклоняются более на север. Они более холодный воздух гонят на европейскую часть. А когда магнитная буря, траектория вот этих циклонов становится более такой южной, более теплой. При этом ученый подчеркивает, солнечная активность, конечно, влияет на погоду, но на каждом континенте это влияние сказывается по-разному. Лет 250. Это старые деревья. Они росли в парке усадьбы Веземы, князей Голицына. Вот по таким образцам деревьев ученые изучают погоду прошлых столетий. Темные кольца – зима. Они, как правило, узкие. В этот период дерево, говорят ученые, спит, не растет. Светлые кольца – лето. Если они широкие, значит, было тепло. Именно так ученые определили. Погодные аномалии были и в прошлых веках. Здесь, например, достаточно оно широкое, значит, было влажно и тепло. А здесь они доузенькие, а здесь, например, совсем друг за другом. Скорее всего, было холодно, соответственно, и сухо, и дерево плохо росло. А это уже летописные источники. 1431 год. Была засуха, земля и болото горели по всей земле русской. Мгла стояла шесть недель, солнца не видели, рыбы в воде от дыма мерли, а птица падала на землю. Скот и птица все дымом дышали и травились. 1533 год. В Москве 23 июня была сильная буря с грозой, много побило людей и животных. И от того времени не было дождя до сентября месяца. Но засуха и мгла велика. Леса выгорели, и болота высохли. Если солнце в третий час дня являлось красным, смотреть на него невозможно. Просто описание нынешнего лета практически. Связывать погодные катаклизмы с солнечной активностью не все ученые решаются. Правда, один из фактов неоспорим. В 17 веке, например, когда на Земле наступил малый ледниковый период, на Солнце почти полвека не наблюдалось ни одного пятна. Звезда уснула. Известно, что в прошлом, с 1640 по 1710 год, этот период, который называется Маундерским минимумом, по имени ученого Маундера, который его исследовал, на Солнце практически не было солнечных пять. А на Земле было похолодание. По описаниям летописей, была зима в тех регионах земного шара, где никогда ее не было. И люди катались на коньках и так далее. И вопрос стоит в том, что, а может ли такое повториться. Кроме 11-летних солнечных циклов, специалисты также выделяют 300-летние и даже тысячелетние периоды солнечной жизни. Однако все эти процессы еще мало изучены. Ведь даже спрогнозировать на ближайшие месяцы активность Солнца не так-то и просто. Солнце – это источник жизни на Земле. Поэтому, конечно, все, что есть, определяется Солнцем. Но это и как хорошее, и как плохое. Потому что Солнце – объект серьезный, непредсказуемый и суровый. Наша Земля по отношению к Солнцу – песчинка, светила в сто раз больше. Так что человечеству, чтобы жить спокойно, остается только одно – научиться подстраиваться под характер звезды. КОНЕЦ